Мангышлак Более 25 лет тому назад я приехал на Мангышлак, участвовал в разведке и открытии многих нефтяных и газовых месторождений этого полуострова, в том числе в разведке уникального по своим размерам кузенского месторождения. Вот это и есть Узейнское уникальное. Месторождение там, под промасленным песком барханов. Черное золото, кровь 20 века. Ну как там еще называют нефть? Нефть стала содержанием жизни для людей, которые пришли сюда. Нефть связала судьбу геолога Сайлау Жулкайдарова, тысячи других судеб, с этой суровой землей. Мангышлак, 1965 год. Сайлау Жулкайдаров среди первооткрывателей. Человеку не дано заглянуть в свой завтрашний день. Земле не дано знать, что уготовил ей человек. Сегодняшний Мангышлак стал для многих людей обычным местом работы. Или, как здесь говорят, вахты. Вахта. Великое изобретение Миннефтепрома. Зачем готовить боровиков или эксплуатационников? Заниматься обустройством человеческой жизни? То ли дело десанта вахтовиков. От мастера до уборщицы. Пара вагончиков рядом с вышкой. И все заботы. Две главные фигуры нефтяного Мангышлака. Геолог и буровик. Один знает, где бурить скважину. Другой, как пробурить ее быстрее. Бригада Еремина. Ребята незалетные. Из тех, что осели здесь капитально. А это непросто. Осесть насовсем в таком краю, который для Миннефтепрома не земля людей, а всего лишь промышленный полигон. Александр Еремин. Знаменитый на весь Мангышлак буровой мастер. Монополия государства на нефть, она, значит, сковывает возможности лучшей работы коллективов буровых бригад, нефтегазодобывающих предприятий. Вот, если взять, допустим, в нашей области, бывшей, имеется Прокоспийский горнометаллургический комбинат. Мы видим, какими льготами и возможностями они пользуются. Но коллективы, которые добывают нефть и дают чистую валюту государству и свободные деньги, они этим не пользуются. Сугубый практик Еремин имел в виду, конечно, монополию не государства, а ведомства. Но тогда они об этом не думали, а просто ждали нефть. Мангошлаг, начало, вспоминает Сайлау Жалкайдаров. Мы геологи караулили вокруг скважины, вырыли большой амбарок около первой скважины, так, откроют, вот кто новый придет там, откроют и потом тут же закрывают. Боялись, говорит, что она кончится. Нам, говорит, жалко было, говорит, мы откроем, зайдешь, покажем, говорит, и потом закроем. Ну, таких открытий в 61-м году сразу два месторождения, два гиганта Узен-Житвай, открылся. Ну, потом уже новые месторождения открыты. Но не такие крупные, как они. Они были молоды и полны надежд. Верили, что нефть будет работать на человека. Лучше работаешь, лучше живешь. Почему же порушена эта простая истина? Сейчас мы будем скважины и сдаем только готовые. Получается, я метраж выбираю, и государство получает готовую продукцию. Поскольку я выполняю пятилетку за 4 года, я раньше времени на год ввожу в эксплуатацию более 30 скважин. И государство в течение года от них получает дополнительную нефть, которую, значит, она превращает в валюту и покупает, только мне непонятно почему, в Канаде пшеницу. А я бы считал, раз мы хорошо так работаем, чтобы эти средства повернуть на то, чтобы мы могли в своих таких экстремальных условиях хорошо жить, или же работать на очень хорошем оборудовании, как показывают, допустим, за границей. Мангошлаг, 1965 год. Вообще наша нефтяная промышленность, по-моему, как она становилась как нефтяная промышленность, не попала в руки хорошего хозяина. Я так думаю. В 65-м году, 10 июля, отправка первого эшелона нефти. Давай, 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 давай. Никто не подумал, давай сперва построим клуб. Давай сперва жилье построим. Давай это построим, это построим. Нет, давай нефть, нефть. А это, сказали, параллельно будет идти. И вот это, вот это, никто вот остановить не может. Весь Западный Сибирь. Вот на этом ура дает нефть. Мы на этом ура даем нефть. И это я в очередь видел, на примере УЗИ, при мне уже объединение на моих глазах. То же самое, Бузачинскую нефть мы вот так вот осваивали. И все месторождения вот так вот. В общем, это установившаяся, нехорошая традиция нефтедавающей отрасли. Вот только вот туда, вверх, вверх, вверх. Они оттуда, значит, вот мизерное давали. За то, что он не построил вот это, вот это, и никого не били, не ругали. Миллион давал тонн, отлично, ордена вешали. Так? А за то, что он дом не построил, жилплощадь там запланированную не ввел, за это никто никого никогда не ругали. Старый Узень. Когда-то это был поселок первооткрывателей. Прошло 30 лет, но кажется, что время здесь остановилось. Людей словно бы испытывают на выживание. Когда-то они мечтали, что их дети выучатся, пойдут работать на промыслы, будут получать хорошие деньги, жить в городских квартирах. Никто вот местном населении о привлечении местных ресурсов, никто об этом не думал. Вот результат этого. Сколько не газифицированных у нас сел и поселков в республике. Газ в Узене сжигали факеля, а в старом Узене не газа газифицировали. Ну, таких фактов же много. Сплошь и рядом. Нефть на человека должна работать. Но она полностью на сегодня не работает. Мы качаем трубу, а куда из трубы уходит, мы не знаем. Конечным богатством к нам не возвращается. А вот задал бы я вопрос, куда же все же это богатство будет? Жаль, побери. Мы наравне с любой добывающей отраслью. Свинец добываем, уголь добываем, светмет добываем, нефть добываем, газ добываем, все отдаем. За копейки отдаем. Отдачи оттуда нет. Так куда же все-таки уходит это богатство? Узень дал за четверть века 220 миллионов тонн нефти. Это миллиарды нефтедолларов. Целая валютная река. Коренным жителям из этой реки не досталось ни капли. Это уже не просто технический вандализм или бесхозяйственность. Тут другое. Тут мы видим торжество безнаказанного ведомственного хамства по отношению к той земле, которая отдана ведомству нараспыл. Отдана просто так. Даром. На социальное развитие Узеня могучий миннефтепром с каждого рубля прибыли отстегивает всего 6,5 копеек. Это бюджет нищеты. На человека нельзя долго и безнаказанно унижать нищетой. Годы проходят, но здесь ничего не меняется. Кто-то получает за нас барыши. Добывают газ и нефть, но никакой пользы мы от этого не видим. В новом Узене хоть что-то строят. А вот рядом старый Узень, где до сих пор ни воды, ни газа, никаких человеческих условий. А ведь здесь растут наши дети. Мы хотим, чтобы они были счастливыми. ради... Мы здесь 27 лет в каких только условиях не жили. Начали вроде копать траншеи для воды и для газа, но ничего пока не закончили. Нас, жителей старого Узеня продуктами питания не обеспечивают даже на 50%. В 15 километрах от нашего поселка есть хорошая вода, но нам до сих пор завозят воду машинами, а потом мы ведрами таскаем ее домой. Крайняя социальная ожесточенность. Вот причина новоузенских событий. Породила эта ожесточенность политика временщиков. А временщик не имеет национальности. Но кое-кто и сегодня хотел бы видеть в подоплеке конфликта только межнациональный экстремизм. Если говорить о коллективе нашей буровой бригады, наш коллектив многонациональный. У него все национальности. Казахи, русские, украинцы, кумыки, лезгины. И все вот эти дни, и вообще все время надо сказать, что национальные отношения и выяснения у нас никаких не было. Все люди выходили на работу, работают. И по сегодняшний день мы, чтобы выяснять национальные отношения между членами бригады, даже и не собираемся, потому что все люди рабочие понимают свое назначение правильно. А все то, что произошло в городе Новый Зень, это породило то, что мы, добывая нефть, бурили скважины, строили все, в общем, создавали промышленный комплекс, не думали о социальном развитии, о жилье. Эти проблемы не решить в два дня. Они копились десятилетиями. Народ потерял доверие к властям. Нас слишком долго кормили обещаниями. Или взять местную молодежь, ее никто не учил профессиям, которые здесь нужны. поэтому парни после армии не могут устроиться на работу. Девушкам тоже работать негде. А что?